Рассмотрим разработку компании STEM под систему торговля автошинами для 1С. Всем известно, что продажа шин имеет специфические особенности. Как правило, в типовых решениях отсутствуют разрезы учета, требуемые для хранения характеристик шинной продукции. Актуальность данной проблемы потребовала выработки универсального решения для этого направления бизнеса. Представленная здесь подсистема учета шин позволяет удобно оперировать формированием шинной номенклатуры, ее параметрами и характеристиками, ценами и наличиями, а также обеспечивает быстрые и детализированные подборы шинной номенклатуры при закупке и продаже. Индивидуально настраиваемый функционал позволяет сформировать в базе в соответствии с требованиями организации номенклатуру шин с учетом специфических характеристик товара, таких как размеры шин, их ширина, высота, диаметр, эксплуатационных характеристик, таких как тип техники, сезонность, шипованность, а также торговых характеристик, бренд, модель, страна-производитель. Указанием таких параметров был сформирован текущий отбор номенклатуры. Очень важным параметром для продавца шин является название товара. Оно должно быть информативным и сформированным по единому стандарту. Если у нас в базе будет две шины, одна будет называться R14 185 65, а другая 185 65 R14, то покупателю, а возможно и менеджерам тоже, будет крайне тяжело работать с нашим прайсом или сайтом. Поэтому правила формирования названия номенклатуры рекомендуется утверждать на уровне приказа об учетной политике, а в данной разработке присутствует специальный набор настроек, который позволяет закрепить эти правила по единому стандарту. По товару имеется возможность также работать с другими параметрами, такими как, например, аналоги, с возможностью их заполнения по техническим параметрам, с ценами, а также с информацией и номенклатурой контрагентов, то есть с названиями и наличием товаров у поставщика. На рабочее место менеджера по продажам закупкам шин также размещены журналы документов, которые менеджер использует в своей деятельности. Это заказы покупателя, реализации товаров и услуг, заказы поставщиков, а также внутренние заказы. По каждому документу можно просмотреть детальную информацию по структуре его подчиненности, с возможностью перехода между документами. Оформление операции закупки и продажи товара также производится с данного рабочего места. Чтобы произвести операции с шинами, выберем товар по техническим параметрам и обозначим вариант поиска по наличию на складе у поставщика, либо одновременно и на складе, и у поставщика. Отобрав нужный товар, видим его наличие и отбираем его в документ. Допустим, нам необходимо 4 шины. Кроме этого, мы можем заказать товар у поставщика. Например, вот этот товар имеется у поставщика Картус. В таком случае, аналогичным вариантом мы выберем, например, 2 единицы. Здесь же мы можем переместиться к аналогам данного товара и подобрать аналог, если текущий товар нам недоступен. Осталось только указать нужного покупателя и можно начать создание документов. Как видим, оформился заказ покупателя. В одном из товаров указано размещение склад. Также оформился заказ поставщику на оставшуюся часть товара, которая будет куплена у поставщика Картус. Осталось только провести документы и далее типовыми механизмами проводить дальнейшие операции с товаром. Продолжение следует...